На хуй ходи, ну что раз, едем мы и отдыхать на природе. Кто бы мог подумать, что когда-то появится песня про барнаульский ковс, популярное место отдыха рядом с Обью. Еще более немыслимо назвать в честь него творческое объединение. Однако барды, то есть народные исполнители собственных песен, это люди с фантазией. И они не могли не поделиться частичками воображения и души с барнаульцами в день солидарности трудящихся. И для нас это действительно настоящий праздник, потому что есть что вспомнить в те годы, как он проходил, как сейчас проходит. Но мы этот праздник очень любим, я вам хочу так сказать. Для нас он многое что значит. Исполняли классические для жанра песни о любви, дружбе, весне и крае. Однако барды стараются вплетать в композиции и элементы разных народов и групп. Например, во время некоторых выступлений профессионалы проводили фланкировку, присущую казакам. А за что вам нравятся бардовские песни? Ну они душевные, жизненные, настроение поднимают. Ну по сравнению с нынешней попсой, что лучше? Бард. Мне бард точно. Лучше какие-то личные, личное мнение автора услышать хоть приятную мелодию, чем какой-то одинаковый мотив, вот это точно не про меня. Кстати, барды тоже подметили, что молодежь неравнодушна к их песням. И сейчас сообщество постепенно вовлекает новое поколение окунуться в мир народного сочинительства и песнопения. Заманивают и советскими композициями, которые тоже исполнили на концерте. Мы начинаем петь советские песни Марка Бернеса, Высоцкого, Абадзинского. И молодежь говорит, это ваши песни. Молодежь даже не знает этих песен, понимаете? И мы их возрождаем. Мы их возрождаем. И молодежи это нравится. Несмотря на то, что погода внесла свои коррективы в виде низкой температуры, на песнопение пришло более полусотни человек. Организаторы не ожидали такого отклика. Между тем, бардовское ремесло в крае достаточно распространено. Например, у Колыванского озера даже проводится международный фестиваль авторских песен «Звенигора». Данил Кузнецов, День с толком.